На портал Экзегет поступил вопрос, как человек должен приносить плоды покаяния, чтобы он был достойный? Ну, достойный, я так понимаю, Бога, как человек должен приносить плоды покаяния? Ну, знаете, плоды покаяния, это значит, мы должны что-то сделать по заповеди Божьей. Вот покаяние – это средство. Это средство. Это молитвы покаянные, переживание своего греха, просьба у Бога избавить от греха, просьба у Бога дать мне какую-то добродетель ту или иную, а пройдай покаяние, когда я что-то сделал. Что ты сделал? Вот взял и дал милость у неё, а был среболюбивый, а вот пересилил себя, пересилил себя, ну, очень не хотел сдавать ей деньги, сам пригодится, а всё-таки дал их. Вот это и процесс ещё покаяния, но это уже плоды покаяния, потому что ты уже сделал доброе дело. Или, допустим, у тебя обида была, вот ты молился, 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 делал добрые дела, обида прошла. Вот плод покаяния. Плод покаяния – это богоугодное устроение души, прежде всего. Вот это настоящий плод покаяния, богоугодное устроение души. Мир, радость, долготерпение, воздержание, ну, всё это, так сказать, совокупность, целу, совершенство, любовь. Вот это плод покаяния, и мы должны к этому сознательно идти. Вот, и, конечно, очень важный, ну, любовь – это, конечно, конец нашего, как бы, движения, это, да, такое, как бы, конечное плод покаяния. Очень важное – это, конечно, сокрушение духа. Жертва Бога – дух сокрушения. Сейчас сокрушение, смиренный Бог не уничижит. Вот когда мы через молитвы стяжали сокрушение духа, ну, естественно, это смирение, вот это является основой для того, чтобы мы стяжали потом любовь. Поэтому, если мы в процессе покаянной дисциплины, вот, пришли к сушению духу, значит, мы уже в какой-то степени уже стяжали определенный провод покаяния, хотя он еще тоже неокончательный, потому что окончательный, как сказал, это любовь. И вот когда мы молимся, вот это не надо забывать, что надо не просто вычитать молитву, а надо так, вот ее так прочитать, так сердечно, как вот Феофан Затворник, святитель, говорил, что натереть мозоль на сердце, мне понравилось это выражение, когда я прочитал, вот так натереть мозоль на сердце, чтобы наше сердце как-то вот, что-то в нем произошло, какое-то движение, пусть небольшое, но движение в нужном направлении, направлении смирения, направлении каких-то вот доброго устроения внутри, ну или там расставание с каким-то грехом, пусть не в полноте своей, не на 100%, но хоть в какой-то степени, что-то стало в плане греха поменьше. Вот это то, что требуется от покаянной дисциплины, маленькие, правда, покаяние, которые потом расставят большие подопокаяния. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.